В Архангельске на реке Юрос ликвидирован разлив нефтепродуктов. Они попали по технологическому каналу Архангельской ТЭЦ. О происшествии сообщил житель, который пошел на рыбалку. Диспетчерская служба теплоцентрали подтвердила информацию о попадании турбинного масла, причина – техническая неисправность маслоохладительного насоса. На месте происшествия работали спасатели. Масло собрали при помощи скиммера устройства, снимающего верхний загрязненный слой жидкости. Самое дальнее, что были обнаружены мелкие очаги, около 6 километров от эпицентра. Утечка устранена, угрозы жизни и здоровья населения нет. Сегодня из кранов квартир Архангелогородцев может побежать зеленая вода. Архангельские тепловые сети проведут проверку на плотность систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием безопасного для здоровья человека-красителя. Обо всех случаях обнаружения окрашенной воды просьба сообщать по телефону 66 88 22 или 204. Корабелы Центра судоремонта «Звездочка» завершили ремонт и модернизацию ракетного крейсера «Маршал Устинов». Для выполнения программы заводских ходовых испытаний корабль вышел в море. Специалисты «Звездочки» и экипаж крейсера проведут проверку всех систем и механизмов корабля в реальных морских условиях. К постоянному месту службы ракетоносец «Маршал Устинов» перейдет в конце года. Сегодня в Онежском городском суде вынесут приговор бывшему профсоюзному лидеру области Александру Савкину. Он признал свою вину и просит не назначать суровое наказание. У него на попечении двое несовершеннолетних детей. Дело рассматривается повторно из-за ошибки. Еще до вынесения приговора Савкина назвали осужденным вместо обвиняемого. Сейчас его обвиняют в мошенничестве, коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Год становления российское движение школьников отметило первый день рождения. В Архангельской к этой дате приурочили специальный слет, который объединил активных и юных северян. Более 130 человек обсуждали проекты, которые лягут в основу работы регионального отделения. Программа-форума выстроена так, чтобы избежать банальных заседаний. Работали ребята в интерактивном формате. В день памяти жертв политических репрессий в Архангельске вспоминали безвинно погибших. Возле театра драмы у памятного камня на месте разрушенного свято-троицкого кафедрального собора прошла акция «Молитва памяти». В течение пяти часов на площади зачитывали имена, фамилии и лаконичные рассказы о жизненном пути пострадавших в годы гонений. Я думаю, что смысл этой акции в первую очередь в том, чтобы возвратить людям их имя перед Господом в первую очередь, перед родными и близкими их. Потому что название каждого сегодня пострадавшего в годы красного террора – это знак его жизни, знак его воскресения из тьмы и из беспамятства. В Северодвинске прошел матч открытия нового сезона ночной хоккейной лиги в Архангельской области. В региональном этапе 6-го Всероссийского фестиваля по хоккею шайбы среди любительских команд примут участие 11 сборных двух дивизионов – 18 плюс и 40 плюс. Ночная хоккейная лига на сегодняшний день – это ведущее любительское движение, движение, не организация даже, движение, спортивное движение в стране, которое вобрало в себя на сегодняшний день практически все регионы страны. Активная армия участников, хоккеистов – это 18 тысяч человек. Мы с вами прекрасно понимаем, что у них у всех есть семьи, поскольку это взрослые люди. Соответственно, это очень правильный, позитивный пример для подрастающего поколения. В этом сезоне хоккеисты-любители из Архангельска, Северодвинска, Котласа и Новодвинска разыграют путевку в финальный этап, который традиционно примет Олимпийский Сочи. Если пассажирские перевозки, то только с Авророй. В нашем автопарке есть автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт, вип-машины и эконом-класс. Доставим сотрудников до работы, организуем трансфер в любое место. Звоните нам с вами по пути. И о погоде. Сейчас в Архангельске пасмурно и облачно. Ветер юго-восточный слабый, температура минус 2 градуса. На дорогах гололед, так что будьте осторожны и одевайтесь теплее. Программа «Сейчас в регионе» в эфире каждый час. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА